День, прекрасный вечер, Бог благ. Все, мы уже помолились, все. Когда мы поклоняемся, Бог вот так и приходит. Давайте большие аплодисменты музыкантам, они чудесные, они благословенные. Хотел бы поделиться сегодня Словом Божьим. Проповедь будет очень хорошая, вот видите. Я бы ее так обозначил, Сыны Всевышнего или взаимное избрание. Сыны Всевышнего или взаимное избрание. Некоторые секреты наших взаимоотношений с Богом. Первое место давайте откроем из псалмов. Это 26 стих. 26-й псалом и прочитаем несколько стихов. Главная мысль первая. Мы должны ценить тем, чем ценит Бог. У нас должны быть святыни. И святыни это и есть самое главное в нашей жизни, от чего зависит не только наша временная жизнь, но и наша вечная жизнь. Это церковь, это Дом Божий, это Дух Святой, это вечные ценности. Библия говорит, если мы взираем на видимое, которое временное, то мы самые несчастные, потому что у нас вся перспектива временная. Но если мы взираем на невидимое, тогда мы с вами имеем нетленные и вечные ценности. Итак, Псалом 26-й. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Имея духовные ценности, ты герой в материальном мире. Если Господь свет твой и спасение твое, ты никого бояться не будешь. Люди вокруг нас полны страха. Фобия из-за каждого угла, из каждой клеточки кричит. Мы боимся всего на свете, темноты, высоты, цен, Европейского Союза, Америки, России. Мы боимся друг друга, мы себя боимся. Господи, помоги нам с Тобой хорошо познакомиться, чтобы нам никого не бояться. Амин. Амин. Бог освобождает нас от страха. Если Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Может быть, кто-то стоял и ждал, что здесь затянули? Что за молитвы странные такие? Вот во время таких молитв мы укореняемся в Боге. Мы знакомимся с Ним. Не только рационально. Мы знакомимся с Ним духовно. Почему нам нужна глубина? Потому что этот Бог великий. Вы знаете, друзья, я вчера был, у нас вчера была такая уникальная экскурсия. космическая прогулка в Балдене. Кто-нибудь знает, что такое Балдене? У нас, оказывается, в Балдене есть обсерватория. Вы знаете, что такое обсерватория? Это не то, что ты думаешь. Есть консерватория, есть обсерватория. Короче, это там сооружение такое, которое в 62-м году было построено. И нас давно уже один друг приглашал туда. И мы туда пошли. Знаете, я с детства помню, что астрономия, космические пространства. И вот вчера предоставилась такая уникальная возможность посмотреть в космос. Вы знаете, это так интересно. Увидеть безграничные просторы Божьей Вселенной. Вселенную, которую Он создал. Миллионы звезд. Разные. Планеты. Все сумасшедшими скоростями куда-то несутся. Двух одинаковых планет нет. Это километры. Какие километры? Там сотни миллионов километров. Какие пространства? Какие скорости? Какая красота? Безграничность Божественного творения. И планета Земля вот такая, какая песчинка. А на этой песчинке, суперпесчинке. С человеческими именами. Вот я смотрел, думаю, Господи, Сатурн где-то там. Там какой-то там Венера, там Марс, там Луна, там вообще солнце, а там вообще какие-то туманности. И вот такая Земля. И на этой Земле вот такие люди. И вот такой Бог великий, которого не могут вместить вот эти все галактики, вот эти все космические пространства. Этот великий Бог, в руках которого все планеты, весь мир, Он говорит тебе и мне, не бойся, я с тобой. И нам кажется, что не, Ему не под силу решить мои песочные микроскопические проблемы. Вы знаете, вчера даже после этого балданы, у меня даже я балдан, ну слегка так Вера взбалдела, так сказать. Ну как-то она вот стряску только получила, Бог, ты такой великий, чего мне бояться? Подумайте только, столько планет, столько космических тел несутся со страшными сквозьями и ни одной аварии. И нету ни одного полицейского космического, который так, куда залетел, куда быстро едешь, ну-ка стоять. На наших дорогах каждый день, а там тысячи лет, тысячи лет, вот эту медведицу Иов видел, и я вижу. И ты видишь, представляете, порядок. Почему я об этом говорю? Если ты доверишь свою судьбу Богу, доверишь, и признаешь Его Господом, Хозяином, то в твоем микрокосмосе будет точно такой же порядок и гармония, как в макрокосмосе. Если мы Его творение, почему бардак? Почему хаос? Почему проклятие? Это ненормально. Поэтому, если Господь свет мой и спасение моего, кого мне бояться? Мне бы так хотелось, друзья, чтобы сегодня Дух Святой освободил нас от всякого страха. От всяких фобий. Потому что боящийся несовершен в любви. Но настоящая истинная любовь изгоняет всякий страх. Потому что страх мешает любить, страх мешает служить, страх мешает развиваться. Страх – это деструктивная, просто разрушающая сила. Кого мне бояться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, они подавятся. Это с греческого. А вот с еврейского, то они приткнутся и падут. Смотрите, реальность жизни. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги. Злодеи. Я думаю, что у каждого из вас есть хотя бы по пару штук. Злодеев, противники и враги. Чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Вот уверуйте, что Бог, который, во-первых, дал нам жизнь, который через Иисуса нас возродил и искупил, поверьте, что Он больше всех наших врагов. Тот, кто в нас, Он больше того, кто в этом мире. Мы сегодня дрожим и трепещем перед какими-то неприятностями, перед какими-то проблемами, вызовами жизни. Моя молитва, я сам себе проповедую. Уверуй великого Бога. И тогда все противники и злодеи будут ничтожно малыми. Мой Бог сотворил космические просторы. И духовный еще мир там где-то есть. И в Его руках вся сила, власть, авторитет. И представьте себе, и представьте себе, это мой Бог и твой Бог. Дух Святой, открой нам величие Бога. Открой нам величие Бога. Вот никогда не забуду эту историю, которую Кеннед Копланд рассказал однажды. Когда он был маленький еще. И он там... Короче, у него батя ковбой был. И они, когда путешествовали, заехали в таверну. И пока отец там расседлал коня, он зашел и уже, будучи мальчиком, сел за стол. А там, чтобы мух не было, сыпали какой-то белый порошок. И он сидит и что-то рисует вот так вот на столе. Подходит бармен и говорит, ты, что ты здесь делаешь? Если ты еще что-то нарисуешь, я тебя выкину, как щенка отсюда. Знаете, когда ты маленький, а враги твои большие. Страх есть? Конечно, есть. И говорит, я испугался. Но, когда я услышал очень-очень знакомые до боли шаги со шпорами. И услышал знакомый голос. Если ты еще что-то хочешь сказать этому ребенку, скажи мне. Бармен извинился и сказал, я не знал, что это твой сын. И когда сыночек знает, что за спиной стоит, покруче любых барменов, настоящий отец, он говорит, я еще три цветочка нарисовал. Когда, друзья, пропадает страх? Страх пропадает, когда ты понимаешь несопоставимость ресурсов твоего Бога с ресурсами твоих врагов. Кто это может нам открыть? Это может нам открыть только Дух Святой. Если будут ополчаться против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Откуда берется источник вот этой смелости? Откуда берется источник этого мужества? Откуда берется вот этот источник отваги? Вот. Четвертый стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Нам иногда кажется, что тут церковь, что за служение? Идти или не идти? И иди, конечно, потому что здесь ты обретешь те навыки, те откровения и понимание своей высоты, своего величия, которое Бог подарил тебе в лице Иисуса Христа. Посмотрите, как про Псалмоперс. Кстати, знаете, это Давид. Это знаете кто? Это президент страны, у которого все в руках было, у которого армия в руках, деньги в руках, идеология, религия. Все, он президент. Но он говорит, я знаю, что я человек. И гарантия моей безопасности, гарантия моей силы, гарантия моего успеха это Дом Господень. Амин? Скажи, Дом Божий, присутствие Божье это гарантия моей защиты, моего успеха и моего развития. Амин. О чем он мечтает? Я мечтаю, чтобы созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Мы должны в храме не просто сидеть, общаться друг с другом, что совсем неплохо, но самое главное, когда мы находимся в Доме Господнем, мы созерцаем красоту Господню. Потому что через откровение нам открывается величие, могущество, владычество нашего великого Господа. И что дальше? Четвертый стих связан с пятым. Если ты посещаешь храм Господень, если ты поклоняешься Богу, если ты приносишь Ему жертвы, хвалы, если ты получаешь наставление и позволяешь Богу учить тебя жизни, и ты становишься Его учеником, смотрите, обязательно после четвертого стиха в нашей жизни будет реализован пятый стих. Давайте прочитаем. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия. Обратите внимание, день бедствия, самое безопасное место это скиния. Церковь это самое безопасное место. Никто из нас не может гарантировать себе завтрашний день. И вот этот день бедствия никто не знает, когда он наступает. Мы можем не знать, когда наступит день бедствия, но мы можем знать, что в день бедствия Бог укроет меня в своей скинии. я могу не знать, когда меня постигнет бедствие, но я могу знать, что во время смутное и во время лютое у меня есть гарантия защиты Божьей, потому что есть скиния. Запомните, каждый раз, когда посещаешь церковь, ты инвестируешь свое будущее. Каждый раз, когда ты поклоняешься Богу и приносишь жертвы и десятины, ты инвестируешь в сферу твоей безопасности в момент бедствия. Это твои инвестиции в будущее. У Бога пишется памятная книга о всех боящихся Его. И когда наступает бедствие, Господь говорит, так, я сейчас покажу разницу между служащими Богу и не служащими, между чтущими имя Его и не чтущими. Докажи в доброе мирное время, что ты Бога любишь, защищаешь и благословляешь Его, и Бог тебе докажет в лютое время, что Он ценит, любит и благословляет тебя. Все, что мы сеем в мирное время, мы пожнем во время лютое. Амин. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Итак, я подчеркиваю здесь мысль, что одного просил я у Господа, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Вы понимаете, для нас церковь и служение Богу это не хобби. Вот у нас есть та жизнь, настоящая жизнь. Ну, это так, кто спортом занимается, кто рыбалкой, кто религией. Ну, я вот, как бы, вот у меня хобби, это не хобби, а это самая главная жизнь. Амин. Пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни. Что это означает, если по-русски сказать, мы должны превратить дом Божий в свой собственный. Дом, в котором мы живем всю жизнь. Вот если бы меня спросили, вот мне уже много лет, сколько времени, если сравнить, сколько времени я провел дома, ну, где вот я живу, мой дом, и в доме Божьем я отвечаю, что может быть процентов 80 своего времени я провожу в доме Господнем. И это гарантия моего здоровья, защиты, процветания и благословения. Я знаю, что Бог чтит тех, кто чтит то, что Он чтит. Амин. Пребывать в доме Господнем. Давайте сейчас с 26 Псалма перелеснем и прочитаем Псалом 90. Его даже мирские люди знают все. Бандиты даже читают этот Псалом. Когда идут на служение, у каждого свое. У каждого свое. Итак, живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Итак, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни. То бишь, я просил у Господа, чтобы я жил в доме Божьем. Что значит обитать в доме Божьем? Это значит жить под кровом Всевышнего. Потому что дом Божий, дом Божий, это его собственность, а если это его собственность, то под охраной Божьей, под кровом Всевышнего. И кто живет в доме Божьем, тот под сенью Всемогущего покоится. Первое. Мы должны познакомиться с хозяином этого дома. И здесь приводится два очень сильных слова. Два определения Всемогущий и Всевышний. Подчеркните, пожалуйста, мы должны знать такому Богу мы поклоняемся. Он не просто один из языческих богов или наравне с ними, что демократия духовная, ваша религия такая, как все. Нет! Наша религия круче всех религий. В отличие от других богов наш Бог, подчеркните на меня, Он Всевышний. И второе, Он Всемогущий. Что такое Всевышний? Это означает, что Он выше всех, что Он умнее всех, что Он сильнее всех, что выше нашего Господа нету других богов. Амин! Что об Иисусе сказано? Об Иисусе сказано, что Он царь всех царей и Господь всех господствующих. Получи это откровение, рассуждай об этом, молись об этом, что Дух Святой объясни мне, что значит принадлежать Всевышнему и Всемогущему Богу. Это означает, что гарантия Всевышнего принадлежит тебе. А Он Всемогущий, что значит, то, что ты не можешь делать, то, что я не могу делать, Он все это может сделать. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, слышите, не беспокоится, не нервничает, не психует, не истерит, не паникует, покоится. вот почему Салам Пес говорит, если Господь свет мой, кого мне бояться? Ты любому врагу скажешь, да кто ты такой, давай, до свидания. Ты моего Бога знаешь? Когда будут говорить, какое имя твоего Бога? Всевышний и Всемогущий. Все, крыть нечем, второго Всевышнего нету. Напоминаю, тема проповеди, сыны Всевышнего или взаимное избрание. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. И тот, кто в доме Господнем пребывает, говорит то, чего не говорят те, которые бывают здесь изредка. Прислушайся к тому, о чем люди говорят, и люди, которые живут в доме Господнем, они не похожи на тех людей, которые в доме Божьем не живут. Те люди, которые живут в мире, иногда приходят сюда, поднимаются водолазы, что происходит, все нормально, хорошо, ну я пошел, типа дежурный пришел, проверил. Люди, которые живут в доме Господнем, они мыслят иначе, и они говорят иначе. Вы прислушайтесь тоже, мы должны отличаться от людей этого мира. О чем же говорят те, кто живет в доме Господнем, и тот, кто понимает, что он под кровом Всевышнего, и что гарантия безопасности ему обеспечена, говорит Господу. Смотрите, что мы должны говорить Господу. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Давайте вместе скажем, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Еще раз, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Вот, что мы должны говорить. Вы знаете, там кришнаиты медитируют, у них вот такие штуки есть, четкие, нам нужно сделать четкие нового поколения. Да, и чтобы в день 21 раз вот это говорить, прибежище мою, Бог мой, на которого я уповаю. Второй раз. Вы знаете, это надо повторять, 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 потому что вера, сердцем верует, а устами исповедует. А часто мы говорим вообще все противоположное. Ой, скрипит, ой, болит, ой, чешется, ой, дьявол, ой, проклятие, кто бы разрушил мое проклятие, кто бы меня вытащил, кто бы зашел на небо, чтобы Христа стащить, кто бы в преисподнюю залез, чтобы оттуда Христа вытащить, кто бы там в Америку смотал бы, чтобы кого-то помазание, какого-то притаранить, чтобы мне было хорошо, но праведность по вере говорит что-то другое. Что говорит праведность по вере? Близко к тебе слово. Говори то, что говорят сыны Всевышнего. И пусть это будет наша мантра прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Это надо учить наизусть. Когда я пропитаюсь откровением, кто есть Бог и кто есть я, с третьего стиха, это уже как бы образ жизни, это уже как награда, это как обычные издержки нашего взаимоотношения с таким Богом. Отгибельной Он избавит тебя от сети ловца, отгибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истинного. Друзья, даже неверующие люди, нерожденные свыше, люди, которые далеки от Бога, читающие эти слова во время войны, они были спасены. Во время бедствия они были спасены. В этом 90-м псалме просто ядерная энергия против всех злобных сил дьявола. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустущающие в полдень. Это просто как будто вот, знаете, перечисляются современные новости, что в Африке происходит, что в Европе происходит, какой-то свиной, сейчас, птичьей, свиной, собачьей, то гриппы, то бациллы, то какие-то там аббола, то еще чего-то такое. Поверьте, друзья, что мы, лучше не читать это, потому что мы живем в другом измерении. Я во Христе, я новое творение, кровь Иисуса Христа на мне, я живу под кровью Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь, и поэтому к врачам хожу редко. Амин? Потому что мой самый лучший доктор, вот семейный врач, знаете, имя его какое, а? Его имя Иисус Христос. Вы знаете, в 92-м году у меня была такая история, неприятная история, у меня был порез лицевого нерва, это такая неприятная штука, вот ужас, врагу не пожелаю. Однажды утром просыпаюсь, мою, мою, лицо, и чувствую, правая половина вообще ничего не чувствует. Глаз не закрывается, согласные, все просто как маска. Это кошмар. Я еще проповедовать пошел в воскресенье, и кое-как проповедь закончил, потому что вся церковь на меня смотрела с ужасом. Здесь ничего смешного, потому что это кошмар, когда ты видишь, я видел таких людей, у которых вот перекошенное лицо, и на тебе, проповедник, сколько злобных звонков я получил, допрыгался, допроповедовался, вы знаете, это вот, это вот реальность жизни, которая вот нас постигает. я молился всеми молитвами, и так, и так. У меня жена часто говорила, ну ты молись как-то, ну ты посмотри на себя, молись как могу. Когда я ел, у меня пища изо рта просто падала. Ночью мой глаз не закрывался и высыхал, поэтому я его просто вот так вот закрывал и потом смачал. Это была такая неприятная штука. Я уже, ну как, все испытывайте, хорошего держитесь. И возле театра Дайлы через дорогу был в то время, в 92-м году, был какой-то институт спортивной медицины. И мне посоветовали пойти туда. Ну, я пришел к врачу. Очень серьезный врач с именем. И я рассказал, что у меня происходит. Она говорит, ну, может, иголочками там активизировать центр. Что-то начала рассказывать, как вот это все, какие-то иголочки сюда. И я посмотрел, ужас какой-то. А потом она меня спрашивает, слушай, а где ты работаешь? и я подумал, где же я работаю? знаете, иногда вот такая ситуация, она как бы тебе глаза открывает на реальность вещей. Я говорю, какая вам разница, где я работаю? Я говорю, вообще-то, знаете, давайте я к другому врачу пойду. она мне прописала какой-то цикл, вот иголки, потом еще, а я уколов боюсь, вообще с детства. Я говорю, знаете, я пойду к другому врачу. Она мне говорит, только передайте другому врачу, что массаж, вот, в данном случае противопоказан, потому что, когда отпустит, у тебя будет, просто это щека, если это массаж, вот, она будет висеть. Я говорю, ой, тот врач-то все знает, говорю. Она говорит, если не секрет, а кому? Я расковался, ну, в данном случае. Я говорю, знаете, его зовут Иисус Христос. Она говорит, молодой человек, но шутить же нельзя в таком случае. Ну, это же серьезный случай. Ну, учу себе. И тогда я, как не озверел, но осмелел, и сказал, послушайте, как вас зовут там, по имени, отчеству, послушайте. И когда, говорю, мой врач меня исцелит, я вам обещаю, я приду к вам и засвидетельствую. И она смотрит, ну, дай Бог. А если, говорит, он не поможет, все равно приходите к нам. Мы, говорит, продолжим ваше, ваше лечение. И представляете, я уже все это заявил, заявил. Что заявил? Я заявил второй стих. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И когда я ехал домой, смотрел в это зеркало, подмигивал себе. Говорю, ну, что, старик, пообещал, теперь надо делать. И молюсь Богу, Бог, я же этой женщине пообещал, что я приду со свидетельством, что я буду исцелен. Бог дает всем людям высказаться. Я не скажу, что исцеление у меня пришло сразу, мгновенно. Исцеление у меня было такое, знаете, как вот смена сезона. Наступает весна, сугробы еще тают, и все, но потихонечку. Где-то, это в марте 92-го было, и где-то через два месяца я был уже абсолютно исцеленный, и Бог так меня миловал. За меня столько людей молился, очень благодарен Богу за то, что кто-то злорадствовал и проклинал, а кто-то по-серьезному постился, молился. Я не говорю, что это я, молился мне. Я знаю, что в Доме Господнем есть гарантия, ходатайство, заступничество, когда здесь люди тебя будут поддерживать и твое имя будут произносить перед Богом Всевышним. Через два месяца, когда уже мы церкви открывали, я уже более-менее пришел в порядок, я же помнил, что я обещал. Можете представить, с какой радостью я зарулил на этот паркинг театра Дайла, какой походкой я зашел в эту больницу, с каким удовольствием я постучался в эти двери. Кто там? Я захожу, слава Богу, та же тетечка, тот же врач. Я говорю, здравствуйте. Так, какие проблемы? Я говорю, никаких. А зачем пришли? Я говорю, а теперь мы закончим начатый разговор. Она говорит, как вас зовут? Я говорю, вот так и так. Ну садитесь. И что? Она сразу, знаете, как врач? Ну-ну. Говорю, массажа не было. Говорю, тот врач, сделав все, просто перфектно она. Да ладно. Ну-ка, а вы моргните, моргните. А, Б, все сделала, что она мне сказала. Она, слава тебе, Господь, а. Слава тебе, Господь. Я говорю, слава, Господь, тебе. Господь. Прибежище мое. Спасение мое. Бог мой, на который уповаю. Она говорит, давайте, когда у нас будет не получаться, мы к вам будем отсылать. Я говорю, давайте. Друзья мои, по жизни вот такие свидетельства утверждают авторитет Всевышнего. То, что невозможно людям, то, что невозможно человеку, возможно Богу. Дальше. Девятый стих решающий. Почитайте, пожалуйста. Все эти бонусы, все эти благословения, все эти благословения, они исполнятся, если ты будешь правильно говорить. Смотрите. Второй стих, это надо правильно говорить. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на который уповаю. И девятый стих, это настолько важно. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Поэтому не приключится тебе зло, и язва не приблиться к жилищу твоему. Подчеркиваю, вот в девятом стихе, эту важную мысль. Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Оказывается, не только Бог избирает нас. Здесь должно произойти двойное избрание. Если Бог тебя избрал, Всевышний, а ты его не избрал, избрание не работает. Почему так важно, друзья? Сколько людей пострадает, знаете, почему? Не потому, что дьявол, родословное проклятие, но что люди так и не избрали Бога. Они говорят, спасибо, Господь, что ты избрал. А Господь спрашивает, а ты меня избрал? При чем тут это? При всем. Если Бог меня избрал, Он ждет, когда я акцептирую и скажу, спасибо, Господь, что ты меня избрал. И я обещаю тебе, у меня не будет других богов, у меня не будет других имен, перед которыми я буду поклоняться. Ты для меня будешь единственным. Я тебя избрал. Давайте откроем сейчас вот Иисуса Навин, 24 глава. Это настолько важно, это настолько важно знать. Кто-то сегодня может быть избран Богом, но Бог не избран тобою. Это не очень популярная тема. Потому что нам кажется, что Бог сам все сделает. Ибо Он говорит, Всевышнего избрал я прибежищем своим. Сыны Всевышнего знают, что такое двойное избрание. Сыны Всевышнего, которые обитают в Доме Божьем, сыны Всевышнего, которые знают, что Он всемогущий, они благодарят Бога за эту привилегию быть избранным, что Бог Всевышний на тебя обратил внимание, вытащил тебя, избрал, и они в то же время понимают, что избрание должно быть еще как инициативой с человеческой стороны. Господь, если ты избрал меня, я с такой же серьезностью, отметая все барьеры, все причины, и все другие имена, и всех других богов в сторону, я избираю тебя. Вот это называется Завет. Сыны Всевышнего это люди Завета. Это когда избрание имеет траекторию неба и земли, и в то же время земли и неба. Не только Бог избирает людей, но и люди должны избрать Бога. Давайте почитаем Иисуса Навин, 24 глава. Как раз Навин знает этот секрет. Почему в его жизни была триумфальная судьба? Почему вся обитованная земля покорилась Иисусу Навину? Почему язва не приблизилась к его дому? Почему возле него падали тысячи и десять тысяч одесную, а к нему не приближались? Знаете, почему? Потому что он Всевышнего избрал прибежищем своим. Это такой момент, который никто не проверит. Это момент, который может быть не столь очевиден, но он настолько важен и реален. И может быть кому-то сегодня необходимо разобраться каким богам служить? Какому богу поклоняться? И какому богу доверить судьбу? И капитанский мостик своего корабля. Смотрите, читаем 24 из 1 стиха. И собрал Иисус все колено Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля надзирателей и предстали перед Господом Богом. И сказал Иисус всему народу Так говорит Господь Бог Израилев За рекой жили отцы ваши издревле Фара отец Авраама отец Нахора и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Хананской и размножил семя его и дал ему Исаака и так далее. Стоял разговор стоял вопрос и был разговор. Авраам в Уре Халдейском покинялся языческим богам. Ну вот он услышал голос Авраам я хочу избрать тебя я хочу тебя сделать отцом множества народов я хочу от тебя произвести новый народ новый который не существует на земле я хочу чтобы в тебе благословились все народы твое имя будет связано с именем моего единородного сына Иисуса Христа потому что все верующие сына божья они будут семенем Авраам у меня такая глобальная картина которая вряд ли помещалась в тот момент Авраам он говорит я избираю тебя согласен ли ты отвергнув вот этих богов которым ты всю свою сознательную жизнь поклонялся избрать меня следовать за мной нам кажется это пустяк нет это очень серьезно Авраам отодвинул авторитет всех богов и сказал бог если ты меня избираешь я избираю тебя своим припешищем и библия говорит и он пошел в землю которую он не знал он начал делать то чего он никогда в жизни не делал он рисковал поверил Авраам и это вменилось ему в праведность сыны всевышнего избирают всевышнего своим прибежищем после того когда они удостоились чести быть избраны и вот теперь Иисус Навин представьте себе вот в обитованной земле где были языческие народы и там были тысячи других языческих богов стоит серьезный вопрос 15 стих собрались все старейшины все руководители племен колен и так далее и говорит Иисус Навин и так бойтесь Господа и служите ему в чистоте и искренности отвергните богов которым служили отцы ваши за рекою в Египте и служите Господу если же не угодно вам служить Господу то изберите себе ныне кому служить богам ли которым служили отцы ваши бывшие за рекою или богам Амареев в земле которых живете а я и дом мы мы будем служить Господу и отвечал народ и сказал нет не будет того чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам как вы думаете сегодня эта тема актуальна сегодня эта тема более чем актуальна потому что в европейском пространстве богов не меньше чем в той обитованной земле и вера в живого бога сегодня становится все менее и менее популярной я буквально вчера прочитал новость в каком-то американском штате огромная баптистская церковь уж более консервативной деноминации я не встречал потому что я сам из баптистов консервативнее быть не может несколько тысяч но из-за того что принимаются вот такие законы там этот консилиум священников собрался и сказали бог всех любит и на территории нашей баптистской церкви мы не допустим дискриминации представители лгбт и даже насчет браков и семей я читаю думаю как баптист в прошлом баптист вы что с ума сошли что ли каким богам мы служим понимаете каждый бог требует требует от нас свои исполнения своих заповедей вот почему иисус на он стал и сказал братья сестры лидеры старики руководители какому богу мы будем служить это такой странный вопрос в среде народа божьего задается вопрос какому богу служить в израиле на горе кормил помните стоял илья и говорит какому богу мы служить валу или богу израиля если валу служите валу почему избрание великого и всемогущего бога в тысячах судеб людей не работает не потому что команды нету денег нету или законов нету потому что нет взаимного избрания иисус навин получив избрание от всевышнего он сказал бог я избираю тебя и все что ты мне повелишь я все это буду делать поверьте что когда человек отвечает взаимностью и называет его всевышним то вот эти все обетования 90 псалма они осуществятся я повторяю ибо ты сказал господь упование мое всевышнего избрал ты прибежищем твоим поэтому не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему это хорошо что бог тебя избрал ты говоришь бог меня избрал а что такое зло приближается и постоянные проблемы может быть вот этот маленький момент на который мы должны обратить внимание и он в корне изменит качество нашей веры из-за того что ты всевышнего избрал прибежищем своим не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу твоему ибо ангелы заповедовал о тебе охранять охранять тебя на всех путях твоих кому служат ангелы ангелы служат сыновьям всевышнего это не только те на кого бог обратил внимание и пометил но это когда люди осмыслили взаимное избрание когда люди разобрались каким богам служить и сегодня люди служат кто деньгам кто своему честолюбию другие это их бог чрева люди каждый выбирает и сегодня эти боги они может быть трансформировались но их столько же кто-то служит системе и система это для них бог и пытаясь потерять боясь потерять позицию деньги или какой-то человеческий авторитет люди начинают изменять главному богу когда я смотрю на иисуса в евангелии думаю боже ты никого не боялся иисус со всеми был на ты он никогда не заискивал ни перед кем он вещи назвал своими именами ни под какую систему не подстраивался он создавал свою систему систему царства божьего и когда я смотрю на что сегодня похоже христианство это какие-то приспособленцы которые только и стараются где-то угодить как-то выражаться так политик иисус никогда не страдал политкорректностью он говорил так что в ушах звенело он говорил так что потолки тряслись он говорил так что вся элита и религиозная и политическая они с ума сходили мы сегодня поумнели мы сегодня как-то трансформировались мы стали какими-то дипломатами мы стали какими-то ухоженными отутюженными но слабыми те кто избирает Всевышнего они законодатели потому что они на позиции того кто выше всех амин и когда я сегодня это говорю я себе лично говорю чтобы мы не сползли в болото религиозной дипломатии которую мы называем это мудрость мудрость подчиниться Всевышнему и исполнять его заповеди дальше ангелом заповедал хранить на всех путях на руках понесут тебя да не приткнешься камень ногой твоей на аспидой василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал имя мое здесь мое сердце трепещет что такое избрать Всевышнего что значит ответить ему это значит возлюбить его возлюбить господа своего всем сердцем всей душой всей крепостью это значит однажды встретившись с ним познать что дороже его всего просто превыше его важнее его в твоей жизни никогда никого больше не будет объясните мне когда Савву шел по дороге в Дамаск чтобы терроризировать первоапостольскую церковь и Христос вышел навстречу и избрал его и избрал его почему в одночасье какой одночасье там в 5 секунд человек так трансформируется то что ненавидел полюбил а то что любил возненавидел вот что нам нужно сегодня от этой демагогии религиозной от этих всех бесконечных споров нам что-то нужно кардинальное и радикальное может быть это как раз и есть та встреча когда Иисус явился и говорит Савву Савву ты кто такой я Иисус которого ты гонишь я избираю тебя и что сказал этот человек он избрал его сказав что повелишь мне делать Господи у меня были вчера другие боги это религия это система фарисейство все чтобы для меня было преимущество я все я я выбираю тебя Иисус если ты меня избрал я выбираю тебя мне страшно друзья сегодня даже мысль о том что большинство христиан которых Христос избрал не выбрали Иисуса они пользуются всеми привилегиями исцеления освобождения а когда речь идет служить Господь а при чем тут это поэтому не работает 90-й Псалом поэтому какие-то проблемы Бог за справедливость и когда Савву сказал что повелишь мне делать Господи и Господь сказал такие парни как ты мне нужны их так мало в моей церкви тех кого я люблю их так много а тех кто меня любит их так мало тех кому я служу их тысячи а тех кто мне служит единицы детей Божьих так много а сыновей Всевышнего так мало станет ним с них Иисус услышал это он возлюбил говорит за то что он возлюбил его избавлю и защищу его за то что он познал имя мое я проповедую себе в первую очередь согласиться этим путем идти согласиться принадлежать одному который есть путь истинной жизни познать имя его вот очень павел говорит чтобы познать его и силу воскресения и участие в страданиях чтобы достичь воскресения мертвых и что павел сделал это наш крестный отец это наш апостол благодаря ему мы ко христу пришли не будь послание апостола павла я не знаю удалось ли бы нам удержаться вот в этой системе которую создали ну вот его апостолы мы настолько благодарны и обязаны сыновьям всевышнего сегодня друзья практический момент который я хотел бы сейчас вот этим моментом завершить свои рассуждения это ефесянам первая глава перед нами стоит сегодня такой же выбор прочитаем сегодня мы уже рассуждали на эту тему галата не галатам ефесянам первая глава благословен бог и отец господа нашего иисуса христа благословивший нас во христе всяким духовным благословением так как он избрал нас в нем прежде создания мира чтобы мы были святыми и непорочны перед ним в любви он избрал нас прежде создания мира практически каждый из нас избран не надо сейчас спекулировать кого-то бог избрал кого-то не он избрал всех он нас избрал прежде создания мира во христе иисусе что от нас требуется от нас требуется избрать его и согласиться и сказать господь я не буду советоваться с плотью кровью все что ты мне сказал я это обязательно сделаю и читаем дальше когда павел над чем работает он просто делится своим опытом пытается всем своим последователям объяснить вещь что априори извечное избрание во христе иисусе принадлежит каждому из нас и от нас требуется не только рождение свыше от нас требуется не только в церковь ходить не только принадлежать церкви но с иисусом договориться и избрать его смотрите 13 11 даже в нем вы сделались наследниками бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей в нем вы услышавши слово истины благовествования вашего спасения и уверовавши в него запечатлены обетованным святым духом другими словами для чего мы рождены свыше для чего мы каялись для чего мы крещение святым духом переживали разве не для того чтобы стать сынами всевышнего стать привилегированной категорией людей на этой земле которые являются элитой общества потому что это священники это царственное священство принадлежащее всевышнему и всемогущему а если твой бог всевышний всемогущий ты будешь головою а не хвостом и все что ты свяжешь на земле будет связано здесь друзья необходимо познать кем является твой бог тем являешься и ты сам так хочется друзья идти на глубину так хочется вырваться из этой продажной коррумпированной прогнившей религиозной системой и оказаться в руках нашего великого и всемогущего бога о чем павел и говорит дальше вы запечатлены святым духом который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы посему и я услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас бога вспоминая о вас в молитвах моих чтобы бог господа нашего Иисуса Христа отец славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию его это хорошо что ты познал прощение грехов это классно что мы знаем как бог исцеляет от всякой болезни у меня своя история болезни у тебя своя это классно но бог дал нам духа премудрости чтобы мы познали его личные отношения всевышний что это значит для меня всемогущий что это значит для меня испытал ли я в своей жизни что такое что ты всевышний когда моисей пришел к фараону он знал что его бог всевышний выше фараона и фараон который сегодня отказывается отпускать народ он завтра распахнет двери перед всевышним склоня всякие колени когда мы проповедуем евангелие мы должны заискивать пожалуйста придите наш бог всевышний он повелевает всем и повсюду покаяться мы не извиняемся за нашего бога мы проповедуем всевышнего и великого бога когда петр не имел этого откровения он стеснялся об исусе говорить он стыдился и отрекался от него а когда дух святой дух премудрости откровение ведья открыл его глаза он на центральной площади Иерусалима говорит кого слушать бога он всевышний его будем слушать мы от вышних а вы от низших откровение о всевышнем кардинально реформирует не только общественное сознание церкви но он реформирует сознание нации я знаю только реформированная церковь может преобразить общество изменить мышление но что мы соль земли и свет этого мира чтобы бог господа нашего Иисуса Христа отец славы дал нам духа премудрости и откровения к познанию его и просветил очи сердца нашего чтобы мы познали в чем состоит надежда призвание его опять призвание 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 если он призвал тебя если он избрал тебя избери бога чтобы он был хозяином твоей судьбы если христос в нас тело мертвое для греха дух жив для праведности если дух того кто воскресил Иисуса живет в нас нам не нужны внешние факторы влияния христос который внутри тебя он разрушит всякое проклятие которое внутри тебя потому что царство божие внутри тебя великий бог все вышние и всемогущие позволь Иисусу который живет в тебе стать всевышним и всемогущим не ограничивай его пусть дух святой освободит и скажет царствуй Господь в моей жизни царствуй Господь в моем служении будь великим и пусть твое величие и твою славу узнают все окружающие люди амин так хочется чувствую такую ревность внутри Бог хочет реабилитировать свое всемогущество свое владычество в нашей жизни реабилитировать но что очень часто мы показывали слабого ограниченного ничтожно беспомощного Бога и люди говорят и где твой Бог и мы говорим не знаю пришло время чтобы тайна сокрытая от веков и родов открылась в нас Бог явился во плоти и как безмерно величие могущества его в вас верующих по действию державной силы его которые он воздействовал во Христе Иисусе воскресив его из мертвых посадив одесную себя на небеса слушайте авторитет когда мы читаем 90-й псалом кто его знает как там религиозное мышление воспринимало Всевышнего Бога ну давайте новозаветнее представление о Всевышнем Иисус Христос который превыше всякого начальства и власти слышите Иисус Христос это Всевышний и Всемогущий Бог скажи Иисус Христос это Всевышний и Всемогущий Бог на которого я уповаю Он живет во мне поэтому Он сделает меня головою а не хвостом и все что мы свяжем на земле будет связано на небе мы на стороне Всевышнего и мы на стороне Всемогущего Бога имя которому Иисус Христос воздай ему великую славу халл халл Иисус воскрес из мертвых забрал у дьявола ключи ада и смерти и Бог превознес его имя повторяю Бог превознес его имя превыше всех имен значит наш Иисус Всевышний А если Он Всевышний это значит всемогущий и тот кто живет под кровом Всевышнего тот кто во Христе что такое быть во Христе и быть новым творением это 90 псалом в новозаветнем изложении Я еще раз скажу. Что такое тот, кто во Христе, тот новое творение? Это 90-й псалом в новозаветнем изложении. Я сегодня живу под кровом Всевышнего, имя которому Иисус Христос, и под сенью Всемогущего, имя которого Иисус Христос, и опокоюсь. И когда Он, если Бог за нас, не приключится тебе никакое зло. И ни один язык, который будет состязаться с тобой, Он не будет успешен. Мы имеем великую привилегию быть на стороне самого великого, всемогущего, в руке которого вся власть, авторитет и сила. Бог превознес Его имя превыше всякого имени, дабы перед Его именем, перед именем Иисуса, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. А откуда ропот, откуда скука у народа Божьего, если великий и всемогущий Бог на твоей стороне, а? Это говорит о том, что дети Божьи есть, а сыны Всевышнего их нет. Это означает, что Он избрал тебя, а ты Его, наверное, еще, наверное, не избрал. И может, пришло время однажды сказать, Бог, если ты так послужил мне через Иисуса Христа, я сегодня говорю, не только Господь, прибежище мое, твердыня мое, спасение мое, Господь, Ты мой Бог. Читаем дальше. Превыше всякого начальства и власти Господь утвердил Иисус и Господство, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви. Видишь ли, когда мы рассуждаем в космическом плане, ну или в таком просто философском плане, Христос на небе, Он Всевышний и Всемогущий, а мы люди, которые ходят по земле, а здесь концепция другая. Если я в церкви, слышите, если я в теле Иисуса Христа, то глава церкви это Всевышний и Всемогущий, что остается тогда делать рукам, ногам и всему телу Иисуса, тело Иисуса Всевышнее и Всемогущий. Потому что мы подчиняемся Ему. Просто дальше ничего не хочу говорить, давайте молиться сейчас, чтобы Дух Святой помог нам ехать, помог нам вот это растворить внутри и чтобы мы освободились от всякого страха. Мы не просто верующие, мы сыны Всевышнего. Мы на стороне самого великого и всемогущего Бога, перед именем которого преклонится всякое колено. Глорь, Махин, Талабош, Талабазем, Болия, Брамбе, Хасан, Джарам, Атсу, Реберет, Тумбет, Цинджерия, Гламбе, Регендария, Грамбе, Ребята, Грамбе, Горо, Тиммер, Томит, Алианда, Кармин, Лэт, Ребята, Тумбет, Гроси, Ди, Глорь, Брамбе, Ла, Глоб, Бестач, Катола, Беде, Праметал, Готабе, Розоз, Открывай наши глаза, чтобы видеть. Открывай наши уши, чтобы слышать, какое славное наследие мы имеем во Христе Иисусе. Я прошу, открой Дух Святой, истину о том, что наш Иисус Всевышний, Всемогущий, Он Царь Царей. И Он Господь всех господствующих, превыше всякого трона, начальства и власти. И это наш Иисус, это глава церкви, к которой мы непосредственно принадлежим. КОМАСАТА! 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 ЛЕЛЕБЕ! КОМАСАТА! КОМАНАТА! 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 КОМАНАТ Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает, раскладывает и пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Молись на языках, пусть Дух Святой пропитывает нас этими словами. Аминь Трона, начальства и власти Он все покорил под ноги Его Чтоб дать тебе и мне свободу и счастье Ты умножаешь величие с разных сторон В окружении людей, живущих беспечно Я знаю, для чего я во Христе рожден Чтоб имя Твое прославлять бесконечно Аллилуйя Аллилуйя Аминь Поздравьте тех, кто рядом, скажи, сегодня было Величайшее благословенное служение Бог посвятил нас Он сделает нас сыновьями Всевышнего Аминь Приветствую как победителя Аминь Спасибо, пастор